Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о Chelsea Flower Show. Это королевская выставка цветов, которая обычно проходит в 20-х числах мая в лондонском районе Chelsea. В этом году из-за пандемии коронавируса шоу было отменено, но оно проходит в виртуальном пространстве. На сайте RHS, Royal Horticultural Society, то есть на сайте Королевского сообщества садоводов, можно увидеть виртуальные туры, снятые BBC по выставочному центру, где, как обычно, дизайнеры представили какие-то свои садоводческие проекты, а также садоводы, которые выращивают новые сорта цветов, рассказывают о новинках цветочной культуры. Внизу я прикреплю ссылочку на этот сайт, чтобы вы смогли зайти туда и посмотреть, как цветочное шоу в Chelsea перешло в диджитал пространство. Англичане считаются законодателями садоводческой моды, так как практически у каждого есть свой сад, и больше половины британцев обожают копаться в своих садах, ухаживать за растениями, высаживать цветочки и наслаждаться природой прямо в своем дворе. Поэтому вот такое вот шоу получила мировую известность не только благодаря тому, что они обожают садоводчество, но и благодаря тому, что оно проходит под патронажем королевы Елизаветы II и проходит она уже более сотни лет. Королева сама лично посещает это шоу в день открытия, рассматривает все дизайнерские сады, огороды, представленные на дисплее этого шоу и открывает новые сорта, которым иногда присваивается имя кого-либо из королевских членов семьи. Кроме того, все остальные члены королевской семьи также посещают в первые или в последующие дни это шоу, чтобы насладиться природой. Я была на этом шоу пару раз, когда получала аккредитацию от своего агентства Demotics. То есть я приходила за день до открытия, это назывался Press Day, то есть день для прессы, когда абсолютно вся британская пресса приезжает на шоу, снимает все цветочки, снимает всю выставку, все сады, все что там представлено. И помимо этого, естественно, каждый из фотографов хочет захватить кого-либо из селебрити. Селебрити это знаменитости. Знаменитости тоже приезжают в день прессы для того, чтобы насладиться садоводческим искусством. Дизайнеры, архитекторы, садоводы, профессионалы, любители, которые выращивают различные сорта деревьев и цветов, выставляют на этом шоу все, что они смогли вырастить и культивировать, какие-то новые сорта растений. Конечно, Chelsea Flower Show это не единственное цветочное шоу в Великобритании. Есть еще и в Hampton Court проходит где-то в июне, в июле месяцы. В Tatton Park это два следующих знаменитых шоу после Chelsea Flower Show. Ну и также в других областях Соединенного Королевства. Я была там два раза на этой выставке в день прессы, в 2014 и в 2015 году. В первый день я вообще не знала, что там происходит и куда мне идти, поэтому я ходила в основном по двору. То есть там стоит такой огромный павильон, где представлены различные сорта цветов. А вокруг этого павильона представлены различные сады британских и международных дизайнеров. А также с другой стороны павильона там всякие садоводческие инструменты и декор, типа фонтанов и каких-то беседок. Я обошла этот павильон, фотографировала водопады, всякие различные зонтики и гамаки, где были представлены дизайнерские огороды, если это можно так сказать. То есть дизайнерские сады отдыха. Кое-где я видела, что берут интервью и я старалась придерживаться тех фотографов, которые кого-то фотографируют. Я понимаю, что это звезды какие-то, я понимаю, что это публичные и известные люди Британии, но я на тот момент никого из них не знала. Уже после, когда мне надо было вписывать «Who is who?», как говорится, «Кто есть кто?», я узнала, что я сняла жену Мига Джаггера, по-моему, бывшую девушку принца Вильяма и других знаменитых телеведущих, актеров, певцов, которых я не знала. Поэтому я как-то так по Наинтию шла за фотографами, которые за кем-то гонялись. Ну и тоже пыталась кого-то снять. Вот так кого-то я и поснимала. Саму королеву и герцогов кембриджских на этой выставке я не видела, потому что они приезжают под конец дня прессы, когда вычищается полностью вся пресса, и в основном остаются только аккредитованные фотографы для королевской семьи и телеканал BBC. И вот они там уже ходят вокруг этого шоу, им все показывают, им все рассказывают, и это все фотографирует только определенная группа фотографов, там человек 10. Я слышала, что приезжал принц Гарри, когда я там была, но я его не застала, видимо, снимала цветочки какие-то. И люди, фотографы вокруг меня говорили, он уже уехал, он уже уехал. Я такая, блин! Но потом, после этого, приехала Зара, принцесса ее, можно, наверное, назвать. То есть, по-моему, она дочь принцессы Анны, и там что-то позировала на тракторе для фотографов. Ну, я тоже, по-моему, пару кадров сняла. Но я тогда не знала, что это Зара. То есть, я не знала, я кого-то всех подряд снимала, может быть, сейчас буду рассматривать эти фотографии, уже буду признавать какие-то лица. Но в основном там были, так скажем, телеведущие. А телевизор в Англии я не смотрела практически никогда, ну, разве что, когда была у брата. У меня у самой не было телевизора. Я смотрю YouTube, если мне что-то надо найти, я нахожу это в YouTube. На второй год, в 2015 году, я уже примерно понимала, что к чему, пошла туда фотографировать, пыталась поснимать каких-то тоже известных людей. Ну, насколько я вижу, там, допустим, какое-то знакомое лицо или, опять же таки, за фотографами гонялась и смотрела, кого они там фотографируют. Кроме того, если ты снимаешь Chelsea Flower Show, то там гораздо интереснее поснимать людей. В основном они приходят все такие наряженные, вот такие цветочные расцветки или в яркие какие-то цвета. И фотографы просят их постоять там рядом с такой-то культурой цветов или там понюхать цветочек. В общем, работать надо фотографом. Не просто так пришел и кого-то там из-за угла поснимал. Нет, надо выставлять кадр, надо просить людей, чтобы они попозировали, посмотрев именно в твою камеру. Иначе такой снимок может не продаться. Набираясь опыта фотографа, я видела, какие фотографии продаются в местные газеты и журналы. Я видела, что покупают в основном людей, которые специально одеваются так, чтобы их сфотографировали. То есть они надевают какие-то специально сшитые яркие костюмы с принтами цветов, фруктов или еще чего-нибудь, ну, так, чтобы их заметили. Кроме того, там надевают шляпы, какие-то галстуки, бомты, лишь бы как-то выделиться, лишь бы как-то выпендриться. Потом я думала, к сожалению, мне не дали уже на 2016 год аккредитацию, но я думала тоже как-то так нарядиться, потому что когда ты фотограф, и ты стоишь в одной линейке с другими фотографами, тебе тоже надо как-то выделяться. И поэтому думала, окей, я наряжусь в следующий год там в какой-нибудь пиджак с ананасами. И когда будут просить каких-то мировых знаменитостей, посмотрите в эту камеру, посмотрите в эту камеру, естественно, люди выхватывают из общей толпы, а фотографы обычно наряжаются в какой-то черный цвет. Ну, знаете, мужчины, они все ходят в основном в футболках, или, ну, может быть, начался флау-шоу, немножечко подороже одеваются. Там все-таки какой-никакой дресс-код действует, в каких-то белых рубашках, допустим. И если ты будешь стоять там в какой-нибудь шляпе, то, конечно, человек из всей толпы выделит именно тебя. Это вот такие уловки, которым я училась как раз на таких вот мероприятиях. Если ты хочешь, чтобы человек посмотрел именно в твою камеру, одевайся как-то, чтобы выделиться из толпы фотографов. Но не на всех шоу такое проходит. Кроме этого, я сама наслаждалась цветочным шоу, потому что обожаю садоводство, обожаю выращивать цветы и делать какой-то ландшафтный дизайн. На одном из шоу я нашла такой столик с 5 o'clock tea, это называлось. То есть там был такой чайный столик с тортиком, с чашечками, усыпанными лепестками роз. Это было так красиво, мне очень понравилось. Я там прямо зависла, наверное, на час, пытаясь делать красивые фотографии. Ну и кроме того, сама попросила людей, чтобы меня за этим столиком сфотографировали с чашечкой. Однажды я встретила там зайца, такую, знаете, ростовая кукла, которая ходила и всех развлекала. Я его обняла, говорю, давай фотографироваться. Тоже есть такая интересная фотография. Ну вот так начался флауэр-шоу. У меня, по-моему, продалась одна единственная фотография, как раз вот с женой Мига Джаггера. Ну вот на этом шоу полно конкурентов с профессиональными фотокамерами. Я тогда еще ходила, снимала фотографии, и только вот где-то в 2015-2016 году перешла уже на видеостоки и стала больше снимать видео. Поэтому конкурентов было много, и продать какие-либо фотографии с Челси Флауэр-шоу мне практически не удавалось. Ну да ладно, я не в обиде, потому что попасть на такое шоу бесплатно, сходить и потусоваться среди знаменитостей, это дорогого стоит. Когда я смотрела сериал «Аббатство Даунтон», когда, по-моему, бабушка Вайлетт там готовила цветочное шоу, очень явно в этой серии проскальзывала тема цветочного шоу в Великобритании, что цветочное шоу означает для людей. Там, естественно, проходит конкурс среди людей, которые выращивают какие-либо растения на лучший сорт цветов, на лучшие сорта деревьев, а также на дизайн. Это было мне очень близко и уже понятно, как англичане относятся к садоводству. Так что, если вы интересуетесь садоводством и будете в Англии в 20-х числах мая, обязательно сходите на эту выставку. Она, конечно, не бесплатная, и билет туда стоит недешево, но если вы любитель садоводства, дач, цветов и различных деревьев и кустарников, а также если вы архитекторы или ландшафтные дизайнеры, для вас эта выставка рекомендована в обязательном порядке. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова